Общение транспорта, председатель перевозки... Очередное заседание рабочей группы по ситуации на предприятии Саратовгорэлектротранс прошло сегодня в стенах областной думы. Один из наиболее острых вопросов, поднимавшихся на предыдущих встречах, касался заработной платы. Мы говорили о том, что у нас изменения пошли по этапам. Например, троллейбус у нас был 46, потом, помните, 76. Сейчас цифра уже 202 рубля за час. То есть, вы видите, стоимость оплаты, она не то, что она возросла по часовой, она возросла многократно. Конечно, здесь условия премиальности, они изменились, но сам по себе оплата по часовой выросла во много раз. Сергей Геннадьевич, я бы хотел чуть-чуть конкретизировать вопрос о заработной плате. Вы сказали, что водителям подняли 200 рубля и это хорошо за часть, но также сказали, что техническому персоналу и кондукторам пока не подняли. И когда будет поднята зарплата, пока не понятно. И, соответственно, изменения у нас есть. Да, хотелось бы, честно говоря, иметь связь с ними, Дмитрий Геннадьевич. Иметь связь с ними, а с депутатами в областном деле. А у вас? Первый вопрос настоял именно о том, что мы говорили о водителях и кондукторах. Правильно? Вот сейчас у нас пока по кондукторам есть, конечно, изменения, но кондукторы у нас не такие существенные. Совокупность у нас получается, если без кондуктора у вас, по-моему, 7% заработной плате, а кондуктор у нас, по-моему, получается где-то около 16-17 тысяч рублей. Конечно, цифра не та, чтобы кондуктора удержать на этой ставке, на этом рабочем месте. Ну и, соответственно, слесарный состав у нас, который в 18-20, я подчеркиваю, среди заработных платных, она есть выше, она есть меньше. Очень сложный вопрос с электронщиками, очень сложный вопрос с электриками. Ну просто тяжело найти позиции, найти сейчас высококвалифицированные, даже калифицированные кадры. По ним тоже сейчас будем работать, но вот сразу решить все и разом за 2-3 месяца, за полгода, проблематично. Как бы нам, водителям, прибавили заработную плату, но ремонтная база не осуществляется на предприятии, слесаря увольняются. Если будут стоять троллейбусы, то и водители как бы не нужны будут. Диспетчера увольняются, заработные платы тоже нужно прибавить. Да. Мы считаем, что как бы нужно прибавить заработную плату техническому персоналу, но в пределах, конечно, разумного. Ну как, по-моему, значит, Сергеевну стоит этот вопрос. Сколько уволился? Ну это все, гласковые слова-то? Уволились? Сколько? Три слесаря уволилась за... Дискальки? Ну я не считала, сколько у нас слесарей. Ну что, нет информации, зачем вы говорите сейчас? Нет, я вот... Что за месяц уволилась три слесаря? А сколько уволилась? Нет, просто слушай, если вы вообще не владеете ситуацией, зачем вы тогда обникаете? Если она работает в коллективе, если 10 слесарей... Я не понимаю, что это такое, что угодно судящее. Ну дайте ей сказать слово не давать еще. Если 10 слесарей, она что, не знает, на треугольность, мы понимаем, что проблема так... Ну у нас не очень-то много слесарей. У нас 4 бригады работают, в каждой бригаде по 3 человека, кроме сварщиков. Вот считай, это где-то 15 человек именно, которые работают, 15-16 человек, вот трое, которые внушим ушли, и, конечно, это минус. Мы говорим про Кировское троллейбусное депо, да. У других аналогичные. При этом мы очень благодарны за новый подвижной состав, что пришел обновяться троллейбусы. Но опять же, кто их будет обслуживать? Мы хотели еще сказать по своему Кировскому троллейбусному депо, что, ну, как бы, ну, одной рукой дают заработную плату, а другой, скажем, как бы забирают, да. Завтра мы с месяца Мазышин, который новый руководитель пришел к нам, полишал премии, как бы, несправедливой, да, ни за что людей, за поворотники, что не включил поворотник. Водитель его лишает премии на 10%. Это скрытый экономик, кстати. Ну, это да, скрытый, то, что... А водитель, который без жилета, ему делают замечания. Не менее остро прошло обсуждение темы дублирующих маршрутов. Стороны вновь не пришли к единому мнению, кто должен заниматься вопросом – мэрия или Ространснадзор. Полномочия города и вашей организации входит вот именно в дублирующий маршрут. Как ее решить-то? Вот, ну, уже какой раз ее обсуждаем, мы никак не можем. Прокуратура здесь, как бы, говорит, что полномочия ваша и города. Нет, нет, нет. Ну, как это нет? Не наши. Ну, как это нет? Маршруты. Нет, мы, если позволю вам напомнить немного, мы говорили о том, чтобы проговорить, рассмотреть возможность выхода за консультивы. Вы можете это сделать не сами, без нашего, мы вот, ступеньки не проходили, об изменении в законодательстве. Здесь два варианта. О чем вы просили? Первое, вы просили, вот, если говорить о дублирующих маршрутах, дать полномочия нашему транспортному управлению дополнительному иметь возможность проверять и, соответственно, этот материал рассматривать потом. Второй вопрос, мы говорим о том, чтобы в тех моментах, где у нас электротранспорт не может в силу аварийных работ дальше осуществлять движение, возможность в соответствии с законом дополнительно выпускать единицы транспорта, не считая это переупуска. Вот у нас было два момента, два вопроса, о которых мы говорим. Первый вопрос по угаданным. Наши полномочия, наши полномочия. Мы можем говорить о том, что наше транспортное направление, оно что и делает? Оно выходит и смотрит о том, как исполняется график. Вот от тех правонарушений, состав, который указан по административке, это полномочия угадана. Здесь мы не можем ни подменять их, не можем ни замещать их никаким образом. Вот если в законодательство внести, что... Нет, я извиняюсь, он сейчас говорит, что от нас зависит. Что от нас зависит? От нас... У нас вот транспортное направление, вот угаданно, пожалуйста, спрашивайте, что от кого зависит. Ну да, вот если там было... По схеме там два должно быть автобуса, а выходит 10. Чьей полномочий? Угаданно. Нет. Сейчас он будет на город. Давайте я поясню еще раз. Вот, допустим, давай чисто так, гипотетически, должно быть два автобуса работать на маршруте. Да. А выходит 10. Выходит 10. Значит, вместо этих двух, остальные 8 работают без карты маршрута. Ну, когда вот была проверка на 3.16, мы вот в мусорном ведре, в мусорке нашли вот такую маршрутную карту. А нет, это подделка. Передайте. Нет, ну это уже не к ним. Это уже клачь отделка. Мы-то не знаем, кому водитель выбрасывает вот такие вот маршрутные карты. Ну вот это, на цветном сервисе сделает. Нет, это подделка. Мы не проверили, у нас есть маршрутная карта. Ну вы можете отличить вот такую маршрутную карту? Это сервис не делаешь. Это подделка печати и подписи. А все, что угодно. Ну, любое, будем говорить, чтобы это было не протестовано, должна быть вредена соответствующая экспертиза. Так, мы, если видим элемент подделки, направляем на экспертизу. Нет, стоп, стоп, какая экспертиза? Вызываем полицию? Нет, 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 Александр Юрьевич, по месть того, что это безготовлено, должно быть. Ну, не сказать, что это критика, а во-вторых, еще нужно это использовать. Вот этим занимается полиция, это следственные органы. То, что это зашли в урне, это не значит, что это происходит. Я не про урну, я еще раз говорю. Вопрос вы не... Можно сейчас... В защитных случаях, если использовать поддельные документы, это есть уголовное деяние, и здесь соответствующая процедура уже должна применяться в рамках уголовного дела. Ну, я же знаю, что подделать водительское удостоверение, что-то подобное. Проверить подлинность того-либо нового документа можно. Весь реестр по городу есть у наших городских коллег, у нас тоже соответствующий есть, поэтому это можно и необходимо делать. В случае, если поддельный документ, уголовное дело однозначно в правоохранительном уровне. А уголовное дело на того водителя, чей номер на этом? Там может быть группа лиц по предварительному слову. То есть, пострадают уже водители, которые по чьему-то, возможно, повелению... Использование заведомо отдельных документов. То есть, пострадать в любом случае они будут, да? Вам? Почему нет? В гораздо большей степени, насколько я знаю, это законодательство, должны пострадать организаторы. На заседании зашла речь и об обновлении подвижного состава. На неделе у нас будет где-то для Саратова около 50 машин. Оставшиеся 30 машин, я думаю, будет где-то до 10-15 октября, если не сорвутся никакие технические и физические моменты, будут доставлены в Сарат. Значит, на данный момент подготавливается этот транспорт к выходу, но у него нет АСГОПа, это страховка по пассажирам. Понятно. А вчера спрашивают, вам надо убедать, а какие средства будут приобретены? Новые средства предприятия, он нет, он не новый трамвай. Но он специально новый. Объясняю. Он новый кузов, который изготавливается в Челябинске. Это пластиковый кузов, не стальной, то есть он не гниет, он достаточно коррозивоустойчивый. Такой шасси, платформы, выкатные, а в тележке, я могу ошибаться, как он называется правильно, это уже здесь мы готовили всю базу, на него поставили новый, привезли и потребовали новый кузов, и новый салон, новый, все там собрали, и здесь в совокупности, вот сейчас он тестируется, готов, тоже будет выйти на него. Перед предприятием стоят достаточно много амбициозных задач, продление девятого маршрута, как вариант расчета его, это скоростной маршрут, рейси и так далее, и так далее, там сейчас много вопросов. А его, кстати, стараться будет обслуживать, если вы его понимаете? Будет его обслуживать тот, у кого будет, соответственно, маршрут. Если будет это с ГЭДом заниматься, соответственно, будет с ГЭДом. Вопрос еще не решен? Вопрос вообще еще не решен, потому что, чтобы его запустить... Вы говорите, план есть? Ну, план, план примерно следующий, это где-то 20 машин электробусов, которые способны преодолевать расстояние в 15 километрах своим ходом на электрический... Перез мост, да. Перез мост, да. Доходить до разворозного кольца автоматически подвигать. А где мы их возьмем? Ну вот, вот в этом вся и проблема. Вспомнили депутаты и о грядущем новшестве. Транспортной карте, которую в ближайшее время внедрят на трамваи и троллейбусы. Так, для для пользы с момента, чтобы не было кренодоза, по отмене с 1 октября, по проездам. По какой отмене? Ну, вот вчера, вчера, по взлетом. Еще не отменили? Нет, до планили с 1 октября. Что? Проконсультируйте нас или проинформируйте. Проездами? Ежемесячные проезды, на трамваи и троллейбусы. 840 рублей. Вы тогда расскажите, что готовите? Про то же вставление. Транспортный проездной – это аналог транспортной карты. Следующий шаг будет транспортной карты, которая подразумевает, там, я по памяти сейчас не помню, ряд пунктов, которые говорят о том, как им пользоваться. Там есть что-то подорожание будет, это так? Он подразумевает под собой, скажем, два основных направления. Первое – это по поездкам, второе – по суточным, скажем так. Можно купить по суточным ездить без окончания поездок, можно купить по поездкам, кому как удобно. Основной вопрос – это пересадочные 90 минут. Здесь, грубо говоря, 46 рублей, мы изменяем плату на 32 рубля. Но кто ходит с электроданспортом, у вас есть возможность пользуясь электроданспортом, уложить две поездки за полтора часа. Вот и все, как бы… Удорожание будет или нет? Азенец, это какого-то? Ну, да, за 32 рубля, вот вы говорите, что он пересадочный, 32 рубля. Но человек из города может заехать за 23 рубля, сесть на прямой такой же один, из Ленинского района, заехать до города. Зачем ему за 32 рубля пересаживаться? Настя, вы меня слушаете вообще? Ну, вы говорите, 32 рубля пересадочные. Вы меня слушали или нет? Вы меня не слушали. 46 рублей, правильно, я вам объясню. Кто пользуется? Я вам объясню, что человек выбирает альтернативу. Мы без реальных пассажиров посох. И еще один штрих директор СГЭД Владимир Прохоров сегодняшнее заседание проигнорировал. Вообще, я не понял по сегодняшнему заседанию. Вроде заседание в областной думе. Пригласили, руководители приглашали предприятия. Да. Вот это, я вообще не знаю, как можно вот так в областной думе, на вопрос, который по нему, пришли депутаты, пришли министры, пришли огромное количество людей. Он уехал в командировку, но у тебя замов нет, экономисты. Вот это какое отношение? Вот это просто отношение к вам, Александр Ильич, к вашим, отношение к Думе, к вам. На всем к нам. Ну, мы-то привыкли, вы к нам так относитесь. Но вы позволяете так относиться. Город тоже, ну, как-то вот совершенно, совершенно было по барабану город. Он знал, что не но он в командировке. Ну, да, ты со мной, это что за отношение? Когда к ним, когда к ним, там все министры, все директора, можно ли, все директора, там и бухгалтер, все приходят в областную думу. Ну, то, что мы выделили деньги, спасибо тебе. Здрасте, да мы выделили, ну, за такое количество миллионов можно было кого-нибудь прислать, наверное, а?